В концертно-спортивном комплексе состоялось масштабное спортивное событие – первенство России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек среди юниоров и юниорок. На протяжении трех дней спортсмены из 14 регионов России показывали свое мастерство в забегах на различные дистанции. Многие из них уже добились высоких результатов в своем виде спорта, однако участие в соревновании такого масштаба открывает молодым спортсменам новые горизонты. 84 спортсмена приехали со всех уголков страны, чтобы показать свои способности в конькобежном мастерстве. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Омской, Ярославской и Смоленской областей, а также Башкортостана, Мордовии и Приморского края оказались в стенах концертно-спортивного комплекса для того, чтобы доказать в первую очередь самим себе, что способны на многое. Это достаточно взрослые уже спортсмены, которые в перспективе будут входить в состав основной сборной страны. Я очень надеюсь на это. Данное первенство, оно тоже является очень важным и для формирования рейтинга спортсменов. Они набирают очки и таким образом они могут и в том числе допускаться на какие-то другие соревнования, например, на чемпионат России, потому что спортсмены данной возрастной группы, они имеют право участвовать в чемпионате России. И также это дает им возможность попасть, например, в списки кандидатов в сборные команды из своего региона и Российской Федерации, например, в молодежный состав. То есть это очень важное, престижное соревнование для спортсменов и для тренеров тоже. В Новоуральске созданы все условия для качественного проведения события, поэтому на базе КСК и было решено провести соревнования такого высокого уровня. Поддержать спортсменов и пожелать им удачи пришли все, кто любит этот спорт и понимает, что спортсменам без поддержки придется тяжело. Я приехал сюда на всякий случай, то есть у них всякое бывает, то есть во время забега, там может какое-то столкновение, забег поднимают, спортсмен имеет право подъехать к тренеру, то есть какие-то манипуляции произвести с коньками, то есть либо поменять лезвие, либо что-то сделать такое максимально быстро, чтобы спортсмен мог продолжить гонку. А спортсменам абсолютно всем удачи и пусть победит сильнейший. Соревнования проходили в спортивной дисциплине многоборья. Победители и призеров определяли по сумме очков, набранных на дистанциях на протяжении всех трех дней соревнований. Спортсмены приехали с пониманием серьезности события и позитивным настроем. Это одни из самых важных соревнований в сезоне, первенство России, они очень важны. Мне очень нравится скорость, обгоны, то, что надо думать тактически. Не только физическая превосходность, но и тактическая должна быть. Очень много решает тактика. Чего ты от себя ждешь? Побед. Отбора на следующий сезон в команду юниорскую. Все равны, решит тактика. Для многих эти соревнования дают шанс попасть в списки сборной, там уже поехать на сборы в Новогорске. И вообще некоторые разряды приехали выполнять мастер спорта. На этот сезон продолжить свою подготовку в составе сборной России, так как я уже нахожусь в ней. И готовиться к высшим соревнованиям уже за рубежом. Конкурентов сильные, есть ребята сильные, но мы тоже ничего. Я занимаюсь 7 лет, то есть уже получается 10 лет. Я стою в сборной команде России под руководством Андрея Ивановича Максимова. Я был уже в Новорайске на сборах. Ну, хороший город. Желаю удачи моим товарищам по команде сборной России, моим товарищам по команде Москвы. И в частности желаю удачи Василию Макерову и Ане Овчинниковой, представителей города Новорайск. Почему вы выбрали для себя этот вид спорта? Ну, я с фигурного катания перешла. Вот, на коньках уже умела кататься. Ну, хоккей как-то не подходит, поэтому трек перешел. А вот за что особенно любите этот вид спорта? Скорость, соперничество, наверное, соревнования. В прошлом году я заняла третье место, тоже на юниорских соревнованиях, но на отдельных дистанциях, на тысячи метров. Ну, и там, соответственно, эстафеты. В этом году уже были на Кубках России, Санкт-Петербург. Мы заняли первое место. Вообще, лед хороший, мне очень нравится, да и атмосфера тоже отличная. Главная задача – это получить удовольствие вообще от соревнований, попробовать улучшить свои временные результаты, ну, и позиции хорошие занять в основном протоколе. Это очень интересно, это контактная борьба, контактная спорта. Это очень интересно, вот так ехать, ну, проходить какие-то тактики, продумывать обгон. Мы выходим в следующий круг соревнований. Лед очень хороший, катет чистый, вот. Нравится нам со строением, занимать хорошие места, по-хорошему времени сбегать. Хотелось бы улучшить свои результаты личные, потому что тут ребята сильные приехали, можно и побороться. Вся моя жизнь, она была связана со льдом, вот, и, то есть, мы предложили пойти в эту секцию, я согласилась. Своими я пожелаю не волноваться, удачи, чтобы у них все получалось, потому что сюда приехали люди, и каждый из них старается, вот, все молодцы. Думаю, напряжение очень высокое, очень волнительно, но в то же время мы стараемся собраться и сделать все, что в наших силах. Хочется выложиться на максимум, не дать слюбину в ответственный момент и показать все, на что я способна. Во время забега важно не только показать свою физическую мощь, но также и умственно продумывать тактики, и, ну, это позволяет во многом побеждать даже более сильных соперников. В целом, ледово очень комфортно, есть все условия для разминки, и лед неплохой, поэтому пока что приятное впечатление. К этим стартам, поскольку они самые важные, все подходят очень ответственно, очень собрано, поэтому я думаю, что сейчас все в своих максимальных кондициях. С каким настроением вообще приехали сюда, в наш город? С позитивным. С позитивным. По мне видно, наверное, что я позитивно настроен. Хорошо. Давно вы вообще занимаетесь? Да, 10 лет. Может, 11. За что выбрали для себя шорт-трек? Я маленький был, я не понял, зачем выбрал. Ну, а почему не ушли? А уйти уже тяжело. По итогам соревнований победителями среди юниоров стали спортсмены Санкт-Петербурга и Москвы. Среди юниорок лучшими стали шорт-трекистки из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Отметим, что на домашнем льду достойно выступили и новоуральские спортсмены. Подготовка шорт-трекистов ведется в спортивной школе Олимпийского резерва и на базе филиала регионального училища Олимпийского резерва, которые всегда рады новым спортсменам. Эти соревнования первенства России по шорт-треку, сюда был тщательный отбор, то есть наши спортсмены представляют Свердловскую область. В этих соревнованиях шорт-трек вообще сложная дисциплина. Там любое касание, даже если оно не вызовет падение соперника, приравнивается к пенальти, то есть спортсмен снимается соревнований. Судействуют очень тщательно, просматриваются все видеоповторы, все видеозаписи, потому что любое касание штрафуется. Вид спорта сложнейший. Настрой-то хороший был, но, к сожалению, четвертый. В отделении шорт-трека занимаются больше ста детей. В этом году мы набрали 17-й год рождения, это пятилетние дети. Около 40 человек, то есть готовимся. Такой вид спорта, как на коньках уже все за месяц обучены кататься. То есть все катаются, никто за бортик не держится. То есть дети прекрасные. Тренер у нас молодой Лосиф Роман Андреевич. Мы приглашаем всех записаться в это отделение, еще не поздно, набор в течение сезона в спортивно-здоровительную группу. Продолжается, по крайней мере, навык обучения кататься на коньках, тем более мы же их учим не на шорт-трековских коньках, на хоккейных фигурных. То есть я думаю, в жизни пригодится. Награждение победителей также проходило в концертно-спортивном комплексе. Заслуженные кубки и медали спортсмены получили из рук директора КСК Дениса Отмажитова, главного судьи соревнований Сергея Войнова и председателя комитета по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам администрации Новоуральского городского округа Татьяны Сапегиной. Конечно же, шорт-треку в нашем городе уделяется огромное внимание, потому что это одна из дисциплин, которая у нас культивируется в школе Олимпийского резерва. И то количество ребят, которые здесь обучаются, тоже об этом говорят, говорят об интересе к данному виду спорта. И, конечно же, наши спортсмены, и Анна Устрикова, за которой болел весь город, когда она участвовала в Олимпийских играх, оно подтверждает интерес к данному виду спорта и достойный уровень подготовки наших спортсменов. Очень трепетно. Я не знаю, как такие молодые ребята достигают таких успехов. Я прекрасно, как спортсменка, понимаю, каких трудов им это стоит. И с огромным трепетом, повторюсь еще раз, и огромным уважением к этим ребятам и к их тренерам. Пробовала себя в конькобежном спорте, а в основном это были лыжные гонки, биатлон. Судить, конечно, не могла, но понимать, какого труда это стоит, это мне близко и понятно. Награды нашли своих победителей. Однако не стоит забывать о том, что даже участие в таком масштабном событии дает опыт, понимание, куда двигаться дальше, и помогает обратить внимание на ошибки и в дальнейшем их исправить, чтобы прийти к главной цели любого спортсмена – покорению спортивного Олимпа. Елена Мельникова специально для программы «Объективно о спорте». Субтитры создавал DimaTorzok «Объективно о спорте»